И снова всем доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. У нас будет обзор на очередную модельку от фирмы Puma. Моделька будет называться Tarrant SB. Вот такие вот пушечки друзья. Похожи на предыдущие Tarrant, которые приходили, но здесь немножко они изменили дизайн. Состав у них 56% кожи. И остальное тут немножко синтетической кожи и текстиль. Давайте их рассмотрим. Значит, такие вот высокие кроссовки. Прямые, как бы полукеды. Здесь сверху используется натуральная кожа. Мыс из натуральной. Вот эта часть искусственная идёт, вот эта часть искусственная. Язык тоже из искусственной кожи, хочу заметить. По бокам мы тут видим натуральную кожу. Вот эта натуральная, вот эта натуральная, вот эта искусственная. то есть в принципе комбинированный состав 50 на 50 друзья вот такая вот модель к чем похоже на дакбуты вот чем-то чем-то напоминают по цвету вот такой вот есть хани медовый есть еще вот такой друзья черный классический но это кому какой больше нравится тут просто мерить мы будем хани то все черные да черные давайте медовые померяем вот сначала рассмотрим шнуровка здесь такая вот кругленькая люверсы и люверсы кстати обычные тоже вот кожаные кожи натуральной кожи здесь опять же вот кожаные люверсы друзья могут порваться если перетягивать вроде на вид они прочные да но лучше бы сделали металлическое усиление хотя бы по краям для скажем так большей безопасности вот внутри используется стилька уже всем известная оптим soft foam optimal comfort довольно таки мягкая амортизирует нагрузку по всей линии стопы подкладка здесь текстиль утеплитель здесь отсутствует извиняюсь друзья за сверло тут сверлик просто на работе снимаю сейчас тут пришли ремонтники сверли дырки дальше вверх вверх довольно симпатично выглядит вот клапан здесь друзья отсутствие к сожалению ну понятно это не походная модель то модель городская клапана здесь нету вот промежуточные подошвы здесь выполнен из материала этил винилацетат средней жесткости с маркировочкой puma сама по себе подметка прямая без подъема то есть как у кедов это я даже назвал высокими кедами друзья эту модельку подметка подметка выполнена слоем износ стойкой резины вот с таким вот фирменным протектором puma спереди здесь такие вот линии загребает когда идешь до сама подметка выполнена такими вот крестиками науки интересно что тут написано но маркинг это обозначение что она не оставляет черных царапин на полу ну либо на линолеуме не царапает не чертит точнее не то что не царапает а не чертит черный полос вот тут имеется небольшой люверс сверху вот кстати один сделали они сам по себе люверс пластиковый но довольно таки прочный что хочу заметить вот тут конечно этих люверсов усиления нет но это минус упущения могли бы сделать по поводу проклейки что хочу сказать ну проклейка здесь на уровне тоже косяков особых не выявил внешне по крайней мере есть небольшая не симметрия конечно вот этой вот немножко как-то вправо уходит пришили нож кривовато в целом вроде нормально вот такая вот друзья моделька симпотные довольно-таки ценник правда у них 12 тысяч почти 13 ценник кусается у этой модельки но бренд сейчас друзья бренды сейчас не дешевые пума рыбаки сейчас цены слетели доллар почти 100 рублей поэтому живем нынешних реалиях хорошо хоть это есть у нас на рынке пока что вот так что нужно покупать кстати друзья можете делать на не скидочку 20 процентов для этого просто нужно скачать мобильное приложение спортмастер вот поэтому qr-коду и в разделе сообщества у меня на канале вы найдете промокод на 20 процентную скидку на первый заказ онлайн можете заказать домой курьера вам привезут а допустим два размера тот который подойдет оплате так что пользуйтесь приложение всем советую давайте их померим посмотрим как они будут смотреться ноги расскажу вам о своих ощущениях погнали мериться и 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 ну друзья сами видели как смотрятся ноги что хотел бы отметить давайте сначала пройдемся по плюсам потом по минусам плюс это однозначно высокий подъем и широкая колодка если у вас в этом месте нога широкая то эта модель к вам зайдет однозначно на широкую над ногу а не то что надо действительно подходят идеально по удобству довольно таки мягкие комфортные сама все кожа на сгиб средний то есть не сказал бы что они очень гибкие все таки это кеда довольно таки толстая промягучная подошва поэтому на сгиб они средненькие а так в принципе неплохо смотрятся на мой взгляд модель модно стильно молодежно да как говорится любители таких вот ботинков полу кедов оля дакбут я думаю данная моделька зайдет вполне ну мембраны здесь нет друзья желательно конечно обрабатывать их вот на также пропиточкой сверху все таки если выходить в какую-то слякарь грязь имеется небольшая перфорация то бишь вентиляция ответственным и скину это не особо роль играет а по поводу цвета уже смотрите кому какой больше нравится либо медовый либо вот такой вот черный тут уже на любителя на мой взгляд и черный неплохой цвет довольно таки да и медовый тоже вот так что друзья скорее всего их пока еще нет на сайте поэтому ссылочка будет чуть позже либо в приложении наверное их нет потому что они пришли тоже буквально вчера не из нового прихода кстати друзья стараюсь снимать для вас новинки держать вас в курсе поэтому если кто-то хочет поддержать мой канал донатиком подражать поддержать его финансово ссылочка на донат друзья в описании на карту сбербанка либо донейшн ариотс поэтому всем спасибо друзья кто откликнется вот кто хочет поддержать это будет наилучшей мотивацией снимать для меня для вас так что друзья спасибо кто откликнется это будет для меня наилучшей мотивацией снимать для вас дальнейшем новые обзоры на новую коллекцию так что всем спасибо друзья всем кому понравился обзорчик не забывайте ставить лайк подписываться на мой канал желаю всем счастья любви хорошего настроения самое главное крепкого здоровья носите комфортно удобную стиль ногу всем пока пока всем пока